о том что если они будут делать продолжать то что они тут делают то сами знаете куда они попадут здесь разврат полный содом и гамора ведь мы сюда зашли пролить свет на это то есть рассказать о боге о том что он умер за за их грехи за наши грехи и редко тут встреча человека одетого который верующий крестик мы православные христиане сюда зашли людям это привестись может кого-то ну хорошо а вы в церковь сами-то ходите да у нас есть церковь в деревне в церковь надо ходить потому что там священник а священник имеет власть отпускать грехи таинство преподавать а без без священств без священных рук грехи не могут быть отпущены от потому что бог сказал он еще апостолам сказал кому простить этому простятся на ком оставите на том останутся и вот эта власть от апостолов она идет до наших священников от апостола андрея вот у нас русской церкви без этого не спастись просто-напросто меня крестили еще в детском возрасте еще когда я жил в казахстане с родителями я родился сам в казахстане в республике казахстан санта по нации русский от родился получается там у меня отец родом оттуда меня там и кристили потом позже мы перебрались сюда на алтайский край а вы в алтайском крае живете а где этот в какой город какой-то ли что в деревне нет деревня а от вас далеко там мамонтский район далеко мамонтовский до далековато далековато там поселок потеряевка такой есть вы спросите там есть поселок потеряевка единственная в россии православная деревня единственная то есть ее с нуля построили по православные люди там прям община живет не не рубля от государства и она полностью сгорела полностью практически и построили да и там тоже ну наверное я слышал наверное я слышал я почему про потерявку рассказываю там чтобы туда там построиться надо пять качеств доказать что ты не пьешь не куришь не материшься не воруешь и не лжешь и только тогда с тобой разговор начинается все мужчины с бородами женщины только покрытой головы строго православный строго и я точно не курю но а выпивки что я не пью обещать не могу порой иногда бывает всяду вечером немного я знаю как говорится меру и границу что вот я выпил расслабился лег спать пропал то никаких там похмелье никого ничего пропал ты снова бодрячком новый день и обратно посмотри сейчас вещь ты если ты даже чуть выпиваешь знаешь сколько выпить на тебя посмотрит алкаш какой-то пьяница и он соблазнится этим скажет ну вот человек я его знаю верующий хороший он пьет все нормально и мне можно пить то есть мы сейчас лучше лучше сейчас верующим вообще не пить поскольку ну чтоб соблазни подавали другим иначе другой кто узнает он от этого сопьется а потом бог на суде будет спрашивать с тебя непосредственно скажет почему ты чего не мог мог и пойти потерпеть всего эту жизнь то доната недолго поэтому тем более написано пьяницы царствие божие не наследует поэтому мы вообще не пьем вообще в рот не берем чтобы у нас ничего не было почему потому что забота о людях чтобы люди от нас не соблазнились чтобы мы могли дать пример и ты тоже должен пример дать такой здесь ты верующий ты идешь все пример даешь всем мы богу молимся бог уверен нам не нужно это и все алкоголик он он из-за этого то и погибает из того что все не осуждают а типа ничего страшного а на самом деле это страшно я конечно чтобы сильно так алкаш я не алкашу конечно это нехорошее то если чужой это страсть тоже страсть это то есть рабство греху ну вот видишь ты можно говоришь и все можно даешь а по подумай сколько человек видишь то что ты пьешь если ты верующий соблазняться и себе дадут как бы ну разрешение на выпивку и алкашами буду это потом бог за каждого спросит за каждого спросит человека вот и матюкнулся один раз один раз матюкнулся при ком-то кто-то услышал все у бога записано на то на суде будешь уже не только за себя отвечать и за него за то что ему соблазн подал у бога вообще там другая шкала лишь там мы должны вот почему я и говорю вот это библия не я говорю о всех церковь в ней вот написано как нам надо жить и там бог говорит за каждое праздное слово сказанное людьми дадут одни ответ в последний день то есть представляешь праздное слово это значит пустое слово то есть пустое сказал бессмысленное у бога записано все на страшном суде ответ будет если не раскается человек не перестанет ничего не делаешь поэтому ну сам знаешь мы даже прям бдеть невероятно над собой бдеть чтобы не согрешить и богу выполнять его миссию он на тебя наложит сразу же за ты когда ты будешь пока ну как бы выполнять все заповеди тогда он у тебя свою миссию ты будешь его служителем божьим они своим или там чем-то рабом заходи у нас на у нас наши у нас есть огромные ресурсы в интернете 34 43 миллиона просмотров в ютубе вот и увидишь как деревня православные наши строится общины как как верующие живут отсутствуем покажешь вообще вам будет интересно это всем верующим будет там и самые большие в мире ресурсы называется во свете библии в ю тубе вот запиши во свете библии и себя там увидишь себя там увидишь тоже уже во свете библии там нарисован этот такой дедушка с книгами это игнатий лапкин может слышал игнатий лапкин такой может у тебя отец слышал если он в тот район ездил маммутский там его все знают весь маммутский район это исповедник православной веры он советское время за слово божие за веру 5 тюрем прошел 5 и ничего с ним сделать не смогли он как свидетельствовал о боге людей приводил к покаянию к богу так и продолжает по сей день ему уже 81 год и он даже в рулетку заходит представляешь ты можешь на нее попадешь он сейчас тоже и вот вот в youtube и туда зайдете и посмотрите все ну как еретики как заблуждение мы помог мы оттуда людей вытаскиваем стараемся с ними общаемся вот в этих на этом сайте куда я скинул в ю тубе там от все написано как чё отвечать кому с кем как разговаривать сектантами свидетели иеговы ну вот да поэтому надо хорошо знать библию чтобы можно было не только им дать отпор но их обратить в православие вот если вы наберете сайт сайт во свете библии сайт во свете библии если наберете сайт сайт там вот прям все есть там все книги есть какое как чё как с кем общаться огромный ресурс зайдите туда это сектанты до сделали а дом молитвы они не знают что дом молитвы это храм а у них не до молитвы у них молитвенный дом но они из того что не знают они называют неправильно дом молитвы это назван храм бог к дошел в молитву он говорил ну у нас в православных храмах не меньше уже чё я я мне проще пойти храм купить свечку за 5 рублей дешевенькие две свечки прийти в главный зал подойти к первому этому где свечи стоят а поставить за упокой в другой отдел поставить там за здравие за всех ну видишь внутри храма но знаешь вот моли больше в чистом виде она вот в этой книге в чистом виде человек он искажает как ты не прочее а здесь прямо написано в чистом виде вот допустим воля божия то что в храме не было никакой торговли христос за свою жизнь всего два раза применял насилие два раза и все два раза он выгнал торгующих и покупающих из храма всех выгнал и поэтому вот потеряевки в барнауле там община православная русская православная церковь но там ничего нету там не продается ничего не свечи торговли нету все бесплатно крещение все бесплатно вот так и должно быть праве по правилу так должен был на храме остров патмос такой маленький островок в горном алтай на чем али был и там церковь тоже стоял я там тоже в ней был общался с послушниками которые там как говорят обитают эти матушки и отцы тоже настоятели все ну я я ездил отдыхать туда с гир с группой короче как экскурсия мы ездили мы ходили на этот остров такой маленький островок помар через мост проходили не сказать что большой остров там где там-то совсем небольшая церковь на нем стоит ну да был такой отец его звали отец пётр пётр лисицкий сериату переливу в барнаул в барнауле сейчас хороший такой отец постоянно с ним легко легко найдешь нему вот общий язык он получается окончил тот же колледж который окончил я он не знаю по какой специальности он окончил я окончил уже колледж по специальности программиста он окончил намного раньше намного раньше его охотил потом я уже пришел туда ну он тоже был здесь это по мир как отрайт центра был отцом ездил по деревням по всем службы проводил но сейчас управе перевели в этот барнаул теперь отец роман у нас а у вас как на как называется ваш село то каждую субботу у нас с восьми часов идет служба каждую субботу просыпаешься бьют колокола прям каждая каждый божий выходной они пробивают а как у вас деревне то называется николаевка николаевка потому что может вот игнати лапкин он миссионерской поездки ездили они по всем проехали от владивостока до лиссабона по всей россии всю европу везде с благовестием и раздавали свои книги книги православные там и толкование и прочее и морта они к вам и заезжали тоже у вас конт районный центр там есть с библиотекой может и район так николаевка михайловский район я спрошу мне даже интересно запишите тогда имя игнатий лапкин запишите а записали вы когда если захотите ну может у отца узнает он слышал или вот отец роман роман который или у вас здесь он который в барнауле который в барнауле сто процентов узнает потому что у них митрополит митрополит сергий каждый год несколько раз в году ездит к игнатию лапкин туда в общину и у них там служит службу и там они за столом вместе хороших отношениях очень и в интернете есть ролики где вот игнатий лапкин вон оставляет митрополита и они в хороших отношениях очень я я вот этот михайловский район ник николаевка вот вы спросите отца если вам захочется выйти скайпе наберете игнатий лапкин и он один такой вы сможете выйти с любыми вопросами с отцом по вере по спасению души просто может заезжали как-то туда кто-то заезжал николаевка михайловский район я вам этот свой телефон скину вы там не добавьте я вам в отца пишу мы друг добавили я вам ресурсы скину ресурсы повод общению с сектантами ну прочие вот эти выброс в интернете их нигде не найдете так легко сейчас по всем вот все что для спасения души вячеслав меня зовут илья 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 а как переводится илья знаете больше сила больше помочь да вот мой телефон вот его забейте и в ватсапе отец поля николай 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 чудотворец это защитник да его ангел да вот она моя икона пророка или вот она стоит рядом до комнате каждый день самый огненный пророк знаешь вы знаете дашу или я еще придет его господь забрал живьем на небо он еще придет перед 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 антихристом будет проповедовать вместе с енохом их убьют а потом бог их воскресит это все написано в библии здесь вот нет будет 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 это это не бы это будет еще тут написано как будет но когда неизвестно да это библия не дает ответ на единственный вопрос когда может быть но уже есть предвестники сейчас уже много такого что показывает что времена приближаются написано потому что антихрист будет правителем над всем миром сейчас видно что это в принципе возможно написано что треть человечества должно перед этим погибнуть какой-то войне и какой-то катастрофе сейчас видно что пока есть ядерное оружие она есть у появилась уже может быть погибло столько человек может атакует этому потом потом еще еще понятно написано что антихрист поставить печати и человек той не примет печать не сможет не продавать не покупать сейчас видно когда будет когда будет электронный день сейчас я договорю тихонечку тихоньку этот когда будут электронные деньги то может то их может быть перекрыть просто а раньше это же не было ничего то есть видно что в принципе пододвигается все уже об этом все идет вот вы знаете про число дверя 666 три шестерки конечно знаю это в библии написано что мне вот интересно вот мне постоянно вот обращаются вопросы девчата им возникает какие-то бывает вот мне обратилась недавно девушка моя знакомая у нее она спит ночью у нее бывает порой видение она бывает видит пароль какие-то политические события которые происходят там через два через три дня но они они постоянно вот она может там увидеть раз в месяц такого собрать месяц как говорится пальцем не воткнуть хорошо попасть она верующие ну да и крестик да все как полагается все есть но в церковь то находят посты держит да вот она вот как но не получается что то и она работает устроилась на работу и не получается у нее если вот выбивает какой-то выходной то она получается выходит церковь заходит а так она просто рабочий человек ну вот я посвящай вот вы ей скажите что видение сны и прочее можно определить то есть вот если это у него сон снится во сне до от бога бывает три вида сна от бога от бесов и от просто переедание там от всяких эмоций там каких-то там вот три вида от бога если сон от бога если сон от бога то там должен быть крест если там если сон от бога то там крест будет крест дьявол не может крест изобразить все остальное и христос и бегом а богоматери все он может изобразить вот если креста нет то такому сну лучше не верить не верите не обращать внимание как будто этого не было просто что он такой краткий вы не сказать что длинный она так чуть-чуть обрывками его мне описала потом оказывается это событие потом произошло через несколько дней а что событие то было а что за событие то было но ничего в этом виде она это ни на что не влияло она это показали то есть это может и бесовские силы показывать то что ничего пусть скажите чтобы она к этому не никак не прислонялась не потому что если это бесовская сила то это только во вред если она будет об этом думать и прочее если креста если креста нет то все это отбрасывайте пусть и все она как говорится подходила отец роман сказал что возможно это возможно это не знаю то ли то ли это просто просто сон что у нее какой-нибудь дар либо это может тебе это кто-то послал либо бог либо но видишь тут вид что-то можно смотреть по полезности ну и чего она там это узнал и чё на чуть повлияло чё она могла ничего это не влияет ну то есть это и на нее вообще не влияет след а бог не делает бессмысленных вещей вот надо что понимать вот в принципе вот так живем помаленьку все вот это вот и в деревне и доживем доработаем хозяйку держим как полагает это правильно молодцы это даже когда антихрист придет потому что никак не выживешь будет не покупать не продать если не примешь печать а тут если у вас будет свое хозяйство ну еще можно выжить как-то три с половиной года будет править по бибели написано три с половиной года ровно и после этого придет христос суд будет конец человечеству все видно что дьявол на данный момент да господь господь только сил как бы сказать набирает снова а сейчас пока править я вот это политическая ситуация вот с украиной вот это вот это не просто так вот но у нас делал тут и свое вовсю достаточно и американцы понятно весь мир это даже все уже написано же все идет тому что дьявол общую власть над всем миром то есть у него будет это и выставить человека который вот будет антихристом поэтому и написано что дьявол победит то есть он будет победил он победит написано это единственное где в книге вот ни в какой только у нас библии написано что в святые прыгать проиграют он победит до пришествия христос потом придет его убьет уст этими как бы устами своими бороться с контрактами с кем с контрактами каким кончет такой лучше вот короче был случай два года три назад меня сказали знакомый один короче написал по шутке там например продам колу там за новый мотоцикл ну и короче шутка шутка и ладно все в апреле так смешно потом он поехал это ну и короче разбился на месте где он разбился это стоял новенький новенький мотоцикл рядом с его телом ну договорился да в общем вот пока вроде вроде шутка это слова то так они то доходит дождь это наверное до этого до дьявола как говорится и как говорится приспешники вот эти вот как демоны перекрестка как их называют еще библии я слышал что есть такое и они это заключать контракт с тем или иным человеком не дают там например как он говорит продам отдам голову за новый мотоцикл он разбил голову и мотоцикл получил замен к только уже теперь ему не нужно да ну понятно а вот это говорит о том как мы должны быть осторожны в словах и пожеланиях своих поэтому ничего они нам не этот не клясться ничего нельзя и за каждое право слово дадим ответ я таких историй много знаю это так и есть все правильно даже великие всякие артисты великие певцы к никогда продали душу дьяволу там джон леннон к примеру из группы битлз и прочее прочее я это читал это открыто все есть и людей таких знаю которые за свое слово то есть конкретно ну конечно конечно это за каждое слово человеку бог дал слово это все не шутки уже он же говорит да будет ваше слово да да и нет нет то есть не надо клясться ничего обещать да это все уже значит сто процентов нет это нет все то есть с нас спрос будет такой вот это вот про демонов вот это вот война вот мир с добром и злом я как бы сказать с интересного это сейчас читаю видео и смотрю познавательные ролики как там какие-то символы изучаю культ вот этот все мне с интересом просто вот это можно возможности будущем этому всему противостоять это как-то возможно это сделать противостоять можно одним только господь дал одно оружие это пост и молитва пост то есть пост и молитва больше противостоять дьяволу невозможно и святой крест перед выходя из дома выходя из дома каждый раз каждый раз каждый раз говори отрекаюсь от тебя сатаной гордыни твои и ангелы твоему служению тебе и присягаю тебе христе во имя отца и сына святого духа и впереди себя крест рисуешь выходишь и больше ничего не боишься темные силы тебя не тронет да я эти истории то история то я эти все бесовские там с применим сил я знаю можете даже это не не времени тратить я все такие истории все знаю чтобы просто времени теряли мы другу полезные оказались я вам телефон оставил вот там вы конкретно по этому телефону запишите его тоже есть когда уйду сейчас пропадет у вас исчезнет этот телефон отсюда чтобы мы могли уже связаться и я вам могли материал скинуть мог материалы всякие скинуть и там все по вот по этой теме по бесовски и прочее все что знает христианская церковь чтобы душу спасти чтобы не попасть в эти уловки эти дьявольские все по святой библии высший авторитет вот это просто вот это вот я знаю что вы истории много знаете но я вам расскажу начал чтобы не висела у меня это на душе как говорится были похороны молодой девушки а перед смертью меня рассказывали что она вот она была молодая номер от рака перед тем как умереть она видала то ли на улице говоря то ли пса короче у него красные глаза были стоял пёс то ли пёс то ли кот и у обоих красные глаза это предвестник наверно смерть или предвестник дьявола походу или что такое да нет ничего это не предвестник это чё мало ничего почудил с красный не красный но отсвечила и красный да и даже если красные там как-то бесы поинтересовались это дело то не в этом все во власти бога находится у бесов и демонов власти никакой нету если человек сам себя не отдает он себя дает только грехами вот и выпил ты под власть демонов подходишь все сразу же он тобой правит ты там сматерился ты под властью демонов нету другого у них нет никакой власти чё ему бог не позволит понимаешь поэтому тут боятся мы только грехами своими отдаем им над собой власть а вся власть у бога если и жить и жить надо по евангелию по по евангелию жить надо по тому заповедям который бог дал не как мы сами ты что-то сам решил а бог сказал как надо жить и мы должны уверовать в это верить что господь умер за наши грехи вот многим православные они не знают что христос умер за наши грехи они думают для чего они даже не знать для чего это надо было умирать ему за наши грехи а очень просто потому что бог сказал что за каждый грех мы должны ответить смертью и мы вот мы хоть раз жизни ты согрешил ты должен ответить смертью все вечно гена огненный ад но бог сошел воплоти взял наш грех на себя и умер за нас и мы его поэтому ты и любим и чтим и он нас всех зовет горит идите ко мне и я прощу ваши грехи чтобы вы больше не грешили прощение грехов только для того что больше не грешите жизнь свята но все или я это убийство нет самый страшный грех это не раскаянность не не раскаянность то есть если есть хоть один грех не раскаянный это самый страшный грех который приведет в ад то есть убийство убийца может может раскаяться и будь быть в царстве божием а если человек не раскаянность то он идет в ад или я друг давай мы будем прощаться приятно было поговорить с тобой с богом давай давайте с богом заходите к нам мы ждем вас давайте слава иисусу христу телевизор что ли это